К мысу радости К островам ли сиреневых птиц Всё равно, где бы мы не причалили Не поднять нам стало ресниц Его двоюродной бабушкой была Евдокия Дмитриевна Турченинова Народная артистка СССР, одна из великих старух малого театра Когда она узнала, что он зачислен в школу-студию МХАТа Она была очень недовольна, она не хотела, чтобы её внучат и племянник был актёр Он пообещал ей, что поедет в Минск, поступит на юридический факультет университета Он так и сделал, он поехал в Минск и поступил Но не на Юрфак, а в Белорусский государственный театрально-художественный институт На актёрский факультет Некоторое время обман удавалось скрывать Но когда она узнала, что он её обманул Она прекратила общаться с ним и прекратила ему помогать Он пытался восстановить отношения, ничего не получилось Но через многие-многие годы, когда она узнала, что он стал настоящим актёром Она захотела с ним встретиться, но он не пошёл на контакт В самом конце своей жизни, в последние дни своей жизни Он почему-то вспомнил свою титулованную бабушку Вспомнил, как она не хотела, чтобы он был актёром И сказал, а ведь зря я её тогда не послушал Он не послушал её тогда и стал замечательным актёром Народным артистом Беларуси И всю свою жизнь проработал в одном театре В театре юного зрителя А звали его Виктор Тимофеевич Лебедев Человек он был неоднозначный Даже какой-то категоричный во всём Безумно любил семью, дом, детей Баловал их бесконечно С детства опекал, опекал, опекал И я думаю, зря Потому что выросли эгоисты Безумно любил внучку, маленькую Полину И её оторвали от него Он так страдал Человек он был в театре Как многие считали Казалось бы, грубый, какой-то жестокий Это совсем неправда Это был добрейший, ранимый Очень ранимый человек Всегда страшно переживал Приходил домой, садился в кресло И всё сидел, сидел мрачный Очень малообщительный дома Очень много было друзей Одиноких женщин Известных женщин Он их опекал Осталась Галина Ивановна одна Владомирская Ирина Григорьевна Григорианц Ирина Флориановна Жданович Броварская Он как-то понимал вот это одиночество Их боль, их тоску Он их куда-то устраивал Что-то доставал Какие-то лекарства Заботился, даже продукты носил Они все как бы Относились к нему с такой любовью И каждая говорила Вот ты меня, Витечка, похоронишь Все ему как бы доверяли свою судьбу В театре, когда была любовь Ивана Мазалевская Когда он пришёл все эти первые годы Он был с ней очень дружен И когда её не стало Считал своим долгом следить за театром Хотя ему и предлагали быть и директором И худруком Никогда не стремился к власти Ему это не надо было Он знал своё актёрское дело Ролей у него было много Он был очень занят в театре Очень не любил грубых людей Которые хамили Он их всегда ставил на место За что его, наверное, как-то считали, что вот он тоже грубый Но это совсем не так Но я всё-таки благодарна Господу Благодарна, наверное, этой небесной канцелярии Что судьба меня свела с ним Мне было очень трудно Очень трудно с ним Но я всё-таки благодарна За то, что мы прошли с ним такой длинный путь Субтитры создавал DimaTorzok По сей день в Санкт-Петербурге стоит большой дом Он сохранился Это дом деда Виктора Тимофеевича Лебедева по линии отца А дед был из дворян И, кстати, во время Ленинградской блокады Бабушка и дедушка умерли именно в этом доме Отец Виктора Лебедева Тимофей Был знаменитым крупным советским военачальником Кавалером трёх орденов Ленина А мать артисткой оперет Её звали Еленой Во время войны Витя и мама оказались в Краснодаре После того, как не стало отца, на плечи десятилетнего Виктора Обрушились все сложности жизни Потому что мать была совершенно не приспособлена к жизни Она умерла рано Ей было 42 года И случилось это в 1949 году А Виктору в этом году было всего 17 Он приезжает в Москву Держит экзамены в школу-студию МХАТа Его зачисляют в школу-студию Но он приезжает в Минск И поступает в Белорусский государственный театральный художественный институт Попадает на курс к Борису Мордвинову Своим учителем и преподавателем Он считал Бориса Мордвинова и не только его И Павла Молчанова, и Константина Санникова Ирину Жданович, и Глеба Глебова И многих других И самое главное, Любовь Мазалевского Она нежно очень относилась к нему по-матерински Он безумно ее любил и уважал И в память о ней он остался в Тюзе Хотя мог работать в Купаловском театре В Горьковском театре В Кишиневе, в Киеве и на Таганке в Москве Но остался в Тюзе Для него театр начался в 1956 году И закончился вместе с его жизнью И фраза «Театр навсегда» Для него была не просто красивая и звучная фраза А смыслом всей его жизни А поведай мне, каханы, хто тут грау? Я Гэта Ты играл? Ты каханы А ты хто ж таки, каханку? Я Вандровник Виктор Тимофеевич был принциповый И коли нежно старалось такое Что связалось с его принципами Вот тут он был нетерпливый И не мог это никому даровать А на самой справе он был вельми мягкий Добродушный Померковный И таки, як вам сказать Доверливый Что ему можно было сказать все, что за угодно И он верует в дитя Я памятаю один выпадок, я пришел Между таки были расхваливаны, расхваливаны И кажу, Боже, я посевел за этот час И он забил великое вовче Кажи, неужу Я говорю, ну подойди глянь, Виктор Тимофеевич Весь сивый подошел глядеть, глядеть Ты что меня дуришь? И зараз, коли я еду на працу Я каждый день, Амаль, витаюся зиму Потому что я голодушка висит На будинку, який мне приходится проезжать Ну если его место помочь Мы тут просидели в этой ремерце 38 год Кольки парад Кольки заува А Кольки было Такого, что и передать нельзя Это только трава пережить Что скажу, одним словом Выдательный был человек Со своими, ну, с человечьим якостями Який есть у каждого человека Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Чем привлекал, удивлял и потрясал зрителя народный артист Беларуси Виктор Тимофеевич Лебедев? Во-первых, высочайшей культурой исполнения, высоким профессионализмом и умением передать свой импульс залу. Он был очень большой актер, актер сложный, актер интуитивного характера. Овод, папороть-кветка, Нестерка, Зеленая птичка, Синий снег, Два веронца, Двенадцатая ночь, потрясающий ведущий в спектакле «С любимыми не расставайтесь». И прекрасен он был и в дуэте с Зинаидой Броварской в спектаклях «Игра в джин и смех лангусты». Всего 80 ролей на сцене Тюза. Были съемки в кино, но с кинематографом у него романа не получилось, хотя один топер из фильма «Последнее лето детства чего стоит». Почему роман с кинематографом не получился? Потому что ему нужно было ощущение зала, ему нужно было жить здесь и сейчас. А кинематограф такой возможности не давал. Он действительно был большим актером, большим и очень сложным человеком. У него были друзья Алла Тарасова, Лев Пруткин, у него были враги и недоброжелатели, были люди, которые просто его не любили. Им казалось, что он слишком резко высказывает свое мнение, он казался им надменным, он казался им жестким. Но дело в том, что и те, и другие, те, кто любил его и не любил, признавали в нем талант. А талант имеет право на личную точку зрения и имеет право высказывать эту личную точку зрения. Тем более, что очень часто Виктор Тимофеевич был прав. А был прав потому, что его образование, его воспитание, его талант не давали права говорить ему неправды. Виктор Тимофеевич Виктор Тимофеевич был очень эрудированным человеком. С ним можно было беседовать просто часами. Часто отдыхали в Юрмале в одно время, гуляли вечером вдоль моря. И Виктор Тимофеевич говорит, говорит, и вот мы в такт своих шагов, в такт сердца, в такт дыхания шагаем, шагаем, шагаем. И буквально через какие-то минуты мы оказались уже в Майере. И я вдруг замечаю, говорю, Виктор Тимофеевич, а где же Лиля? А Лили нету. Мы оборачиваемся, а она где-то вдалеке, точечка. Он настолько увлекся вот этой беседой, разговором, что он даже не заметил, и я тоже не заметила, что была рядом еще его жена. Вот такой он был увлекающийся человек и очень умный человек. Он настолько паотически относился к моим детям, он их брал с собой иногда и с ними беседовал. И вот эти беседы, они вот до сих пор уже одному 40 лет, а второму 32, они помнят Виктора Тимофеевича. Вот его спектакль «Фанклерой», это последняя-последняя его роль была. Вы знаете, я прибегала, наверное, раз 5-6 смотрела. Я сидела в зале, плакала. Он свои человеческие качества передавал зрителю, что невозможно было не воспринимать. Почти 40, а даже с лишним лет, мы были вместе на сцене, на гастролях. И прожили жизнь в театре, просто наполненную творческим вдохновением. От того, что Виктор Тимофеевич всегда был рядом, если вот играл со мной, да, от него исходило что-то такое, что нельзя было к себе не принять вовнутрь. Виктор Тимофеевич Со своей женой Лилией Константиновной он познакомился в конце 1958 года в студенческом общежитии, где ставил любительский спектакль. Они поженились в 1959 и прожили вместе 42 года. Сын Андрей, дочь Елена. В 1998 году Лебедевы пережили страшную трагедию без вести пропал их сын Андрей. Виктор Тимофеевич запрещал говорить об этом даже Лилии Константиновной. Но в его столике в гримерной лежала фотография Андрея. И сколько раз он выдвигал столик, столько раз он смотрел в лицо своего сына. Смотрел и молчал, молчал и смотрел. Он был очень хорошим мужем и отцом, слишком хорошим отцом. И все, что он делал, все, что он предпринимал, он всегда соизмерял с интересами своей семьи. Он всегда помнил, что у него есть Лиля, Андрей и Елена. Я меня замиловал, его великость и короля, он не перестрашен, много праций мой, который верится с вашей принцессой. Он был сложный человек, он был умный человек, он был актер премьер-лиги. Понимаете, у него можно было спросить, с ним можно было спорить. Он всегда давал очень такие толковые ответы. Он мог, если нужно, обратиться в какие-то инстанции, помочь молодым актерам. Я его так называл. Вы последний из магикан, а он меня уже по прошедшему почти двух десятилетий называл. Вы, Володя, последний романтик Театра юного зрителя. Это был человек, который играл представителей высшего общества. Он великолепно носил фраг, он был великолепный партнер, он очень многое советовал, он очень многое помогал, при том чувство такта у него было потрясающее. Он был удивительный, смешной артист. Когда он выходил на сцену, он четко чувствовал все это, он умел вести за собой аудиторию. Он был очень трепетный партнер. Всегда подсказывал, выводил, ввел, очень тактично советовал. Потом мне много приходилось с ним сниматься на телевидении. Очень много. Замечательный совершенно человек. И, в общем-то, благодаря Виктору Тимофеевичу, я очень многое в актерской профессии понял. Я понял, что есть класс актерский и есть бесклассия, что есть актеры первой лиги, есть актеры премьер-лиги, и что между премьер-лигой и первой лигой, безусловно, существуют творческие конфликты. Он категорически выступал против воинствующей театральной посредственности. Я не буду расшифровывать, но вот какой-то сегодняшний период времени очень многое характеризует через вот этот угол зрения. То есть для театра юного зрителя это был актерище, огромное актерище. Это был граф театра юного зрителя. У левой шуфляции моего секретера лежит пьеса молодого автора, и он прислал мне ее. Я шаминула и зимой, или я не думала, что мне хватит часу, чтобы сыграть эту роль. Знайдите рукопись и напишите автору, как он изменил взрослую героиню и на акш-яку. Я играть не буду. Мадам, даруйте-ка ли ласка, я помню эту пьесу. Али-кали изменить взрослую героиню, али изробить ее старейшей, да сгубится основная ждунка. Там все развалится, мы с вами говорили про это. А я хочу, петух. Я хочу, камьон, изробил ее. Молодейший. Да, камьон, камьон, молодейший. Молодейший. Да. Треба жить, а не шагать смерть. Мадам. Мадам. Это было в начале ноября 2001 года. Он, как всегда, вышел на сцену. В этот вечер он играл роль графа Доринкура в спектакле «Маленький лорд фон Лерой». Играл, как всегда, великолепно и как-то особенно. Это было что-то непостижимое. Актеры собрались за кулисами, молчали, смотрели, многие плакали. Это был последний его выход на сцену Тюза, но он не знал об этом. Не знали зрители, не знали его коллеги-актеры. Это было прощание. 6 ноября 2001 года ему стало совсем плохо. Жена Лилия Константиновна вернулась из Жирович, где молила Бога о его здоровье. Ему стало совсем, совсем плохо. Она отвезла его в больницу, застарелая болезнь почек. И 2 декабря 2001 года Виктора Тимофеевича Лебедева не стало. Не о многих мы и не часто говорим фразу «С ним ушла целая эпоха», а вот с ним, с Виктором Тимофеевичем Лебедем, ушла целая эпоха Тюза. Нет, все продолжается. Репетиции, спектакли, премьеры, гастроли, появляются новые имена, но это уже другая эпоха. Это не его эпоха и не его время. И вся печаль нашего бытия заключается в слове «был». Он был. Но ведь он был в своем времени замечательным актером, талантливым, интересным. Он. Виктор Тимофеевич Лебедев. 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 Субтитры создавал DimaTorzok